Настя Ивлеева. Кто она? Анжелика Маркиза Ангелов Отечественного Инстаграма или нативная реклама Балтики Девятки? Родившись в Ленинградской области в 91 году, незадолго до Путча, маленькая Настя уже с детства демонстрирует характер и настойчивость. Да, пускай пока что это настойчивость на настойке боярышника, но учителя уже пророчат ей успех, славу и фотосессию топ-лес для журнала Максим. В 90-е годы Настя ходит в обычную школу, такую же, как наша с вами. Ну, ту, у которой над крыльцом висит не добро пожаловать, а цой жив. Настя Ивлеева. Как только Настяны эрогенные зоны становятся возможным отличить от катышков на футболке, она отправляется в большой город на заработки. Здесь ее настигают первые разочарования. Убедившись в том, что единственное, что она может производить, это хорошее впечатление, Настя заводит собственный блог. Это потом ее обвинят в том, что от ее блогов у людей идет кровь прямо из-под сознания, а сейчас к ней приходит первый успех. В этот период своей карьеры Настя Ивлеева генерирует континенты контента и становится первым человеком на постсоветском пространстве, который сделал себя сам, своими губами. Весной 2017 года Настя получает предложение, от которого невозможно отказаться. Шоу «Орел и Решка» пригласил ее стать своей ведущей. Концепция шоу проста. Одним вино и мидии, другим шаверма и хламидии. Судьба как будто бы готовила к этой роли Настю всю жизнь. Настя Ивлеева. Улыбка удачи. Именно в этот момент в клубе, в котором работает Настя, санитарный день. И она, захватив всего лишь смену белья и активированный уголь, отправляется в кругосветное путешествие. Ей делают реверансы во Франции, ей рукоплещет Сингапур, ее приветствуют стоя в Берлине. Да что говорить, ее угощают пивом в балашихе. И все-таки она глубоко несчастна. В этот период своей карьеры она все чаще задумывается о том, что ее личная жизнь имеет кочевой характер. А уже давно хотелось бы оседлой. И пускай где-то внутри себя она еще чувствует позитивные вибрации, но батареек на всей гастроли не напасешься, и в ее жизни появляется он. Рэпер Эл Джей. В девичестве Алексей Константинович Узенюк смог предложить амбициозной даме что-то больше, чем прожиточный минимум. Вместе со своим новым возлюбленным Настя Ивлеева продолжает много гастролировать, и поэтому предаваться страсти им приходится в самых неприспособленных для этого местах. В гардеробе, в прачечной, а однажды даже в Мурманской области. Все эти трагические невзгоды могли бы привести в жизни Насте Ивлеевой к экзистенциальному кризису, если бы она могла его выговорить. И все-таки эта история учит нас старой как мир истине. Невинное горло трахеи не назовут.